Ребята, всем привет! Я Бабушка Шушо и мы играем в Роблокс. Сегодня у нас новая игра, которая называется Очень странные дела. Кстати, ребята, рассказываю вам историю создания этой игры. Игра создана по сериалу, который так и называется Очень странные дела. Это сериал про четверых подростков. Там постоянно происходят какие-то странные, даже страшные магические вещи. В этом сериале есть уже три сезона и скоро выйдет четвертый. Поэтому в честь рекламы своего сериала и сделали эту игру. Кстати, сделал ее Netflix. Ну, мы начинаем нашу игру. Я подошла к парню, поговорила с ним. И он сказал, иди и выполни свою миссию. А миссия у меня сегодня такая. Нужно поиграть в четыре разные игры. За выполнение этой миссии я получу 100 коинов. Ну что ж, 100 коинов это немалые деньги. Поэтому отправляемся искать эти игры. Кстати, видите имена на синих табличках? Это указатели, куда нам надо бежать. Там мы найдем ребят, поговорим с ними и они дадут нам какое-то задание. Например, у Уилла клуб любителей сражаться на костях. Ну что ж, ребята, мне предлагают поиграть в эту игру и, конечно же, я не откажусь. Что ж, отправляемся играть на костях. Сейчас посмотрим, что это будет за игра. Кстати, нужно обязательно дождаться соперника. Вот, садись за стол, он говорит мне, и жди своего соперника. Но можно поиграть и с компьютером. Потому что ждать я не могу, у меня мало времени. Поэтому начинаем игру. И, кстати, знаете какой тут сюрприз? Вы сейчас увидите и обалдеете. Итак, игра начинается. Так, нам нужно выбрать сначала героя, за которого я буду играть. Итак, я выбираю мага. Ну, вы знаете, что я люблю варить магические зелья, поэтому я думаю, что с магом я как-то справлюсь. Выбираем мага. И бросаем кости, кто будет ходить первым. Итак, у меня число больше, поэтому буду ходить я. И вот он сюрприз. То есть, ребята, компьютер выбрал мое отражение, мою копию. Я слева, а компьютер справа. Такое чувство, что я играю сама собой. Ну да ладно, давайте я вам расскажу правила игры. Итак, смотрите, сейчас мой ход. Дается три цифры. Три, одиннадцати, шестнадцати. Если я выберу цифру три, и у меня выпадет число, которое больше цифры три, то у противника уменьшается жизнь на двенадцать баллов. А если я выберу цифру одиннадцать, а у меня выпадет меньше одиннадцати, то противнику не будет ничего. Но у меня сейчас выпало пятнадцать, поэтому у нее отнялось двадцать пять баллов из жизни. Ну и точно так же с ее стороны. Если она угадывает цифру, то моя жизнь уменьшается. Итак, ребята, у нее двадцать один, у меня шестьдесят пять в жизни. Так, двоечка. Мой ход, она проиграла. Я выбираю, эх, шестнадцать. Если сейчас выпадет шестнадцать, то я победила. Ребята, ура, ура, я победила. Умилл говорит, что я отлично справилась. И если захочу еще поиграть, то я могу всегда вернуться. А сейчас мне лучше отправиться к другим ребятам, поговорить с ними и поиграть в другие игры. Да, это правда, потому что у меня миссия четыре игры. Первая сыграно, осталось три. Смотрите, здесь тоже девчонки сражаются. Это, конечно, интересно, когда ты сидишь за столом с абсолютной копией себя. Смотрите, какие тут флаги. Ну, ладно, давайте отправимся теперь к какому-нибудь другому подростку и поиграем в то, что у них там будет. Итак, здесь нас ждет Лукас. На входе стоит огромная рогатка. Что бы это значило? Лукас говорит, что он рейнджер. И у них тут тир. Нужно стрелять из рогатки по демогоргону. Ой, кто это еще такой демогоргон? Если ты стреляешь по демогоргону, то тебе добавляются баллы. А если ты стреляешь в человека, то баллы теряешь. Эх, тир, тир из рогатки. Так вот, это что такое? Ну что ж, давайте поиграем. Из рогатки я не стреляла уже очень давно. Последний раз, наверное, в детстве. Вот такая у меня лазерная рогатка. Это что-то новое. Вот этот демогоргон. Демогоргон, смотрите, какой он страшный. Так, где ты, где ты? Давай, появляйся. Вон, вон, за каждого дают сто. О, даже двести пятьдесят баллов. Классно, классно. А, ребята, это же был человек. Я попала в человека. И у меня сразу вышли целых сто, ой, сто тысячу баллов. Ничего себе. Так, ладно, ребята, я уже в минусе. Минус шестьсот баллов. Я надеюсь, что меня не заставят платить. А, так вот, пришла поиграть. И осталась с кредитом. Так, получите, получите демогоргон. Тогда человек, человека. А, человека по плечу задело. Я в него не целилась, честно говорю. Так, демогоргон. Опять я в минусе, минус четыреста пятьдесят. Так, надо как-то, как-то, побыстрее мне выйти в плюс. Страшно как-то мне стало. Так, вон демогоргон. Тут у нас три человека. Все, все, я себя контролирую. Теперь я стреляю только по чудовищу. Так, так, так. Вон чудовище. Вот чудовище. Получайте. О, ребята, я уже в плюсе. Восемьсот. Фух. Прям легче дышать стало. Так, здесь бы человека не задеть. Не задела. Хорошо. Чтобы потеряла сейчас все деньги. Опять улетела в минус. Так, ну, сейчас у меня уже тысяча сто пятьдесят. Так что, так что в минус я уже не улечу. Давайте еще, еще набьем. Так, тысяча восемьсот пятьдесят. Уже я молодец. Получи демогоргон. Демогоргон. Ха-ха. Так, вон он спрятался. Получай. Так, парни, вас я не трогаю. И время заканчивается, ребята. Время заканчивается. И я в плюсе. Ура, ура, ура. Две тысяча шестьсот пятьдесят очков. И мне за то, что я поиграла, дали двадцать коинов. Хо-хо, ура. Да, Лукас говорит, что я отлично постреляла. И всегда, когда захочу потренироваться, я могу сюда вернуться. Ну, а сейчас меня ждет другой человек. Давайте отправимся. И этот человек... Этот человек будет с именем Элевн. Да, Элевн переводится как одиннадцать. Девочка, которая долгое время жила в какой-то лаборатории, сбежала оттуда. И когда мальчик спросил ее, как тебя зовут, она не понимала. И сказала, меня все называют одиннадцать. Представляете, в лаборатории ее все называли одиннадцать. Вот, кстати, наша магическая девочка. Она говорит, я держу портал. Пожалуйста, идите туда и помогите им спастись. Демогоргон находится внутри. Будьте аккуратны. Ну что ж, ребята, отправляемся в нашу третью игру. Но как-то очень странно. Смотрите, игра выбирает, кто я буду. Я буду спасаться или я буду демогоргоном. Фу, хорошо, что я оказалась человеком. Я бы не хотела стать вот этим чудовищем, который на всех нападает. Ребята, знаете, это выглядит немножко как пиги. У нас есть время. Мы должны быстренько-быстренько сделать какие-то свои дела важные. Например, вот расставить капканы. У нас есть топор, у нас есть капканы. Интересно, попадет этот демогоргон в эти капканы. Или мы сами в них попадемся. Так, так, так. Времени так много. Надеюсь, что у нас все получится. Кстати, у нас всего два игрока в этой игре. Два спасающихся. Я и, вон, еще один человек. Хотя, по-хорошему, в этой игре должно быть шесть участников. Не знаю, под силу ли нам вдвоим справиться с демогоргоном. Сейчас проверим. Так, вот здесь есть стол, на котором можно делать всякие инструменты, всякие штучки. И вот мы с вами изготовили капкан. Поставим его тут. Хорошенький капкан. Сейчас еще один сделаю. Там все-таки дверь такая широкая. Кстати, этот демогоргон, он уже на нас охотится. Он уже проснулся. А, вон он идет. А, какой страшный. Так, человек, ты чего свою коробку забрал? Ой, смотрите, смотрите, ребята. Я прям в миллиметре была от него. Господи, как же, как же спрятаться? Куда? Тут вообще негде прятаться. Дверь не открывается. Он стоит прям посередине. Ой-ой-ой, что делать? Так, так, смотрите. Он, ах, он со спиной моей, моей напарницей. А, убегай, пожалуйста. Мы с тобой вдвоем. Мы с тобой всего вдвоем. Смотрите, человек расставляет капканы. Он так невозмутимо, спокойненько. А я схватила коробку и убегаю, потому что мне там очень страшно. Так, смотрите, здесь есть вот такие рычаги. Один, два, три, четыре, пять. Так, что можно сделать? Смотрите, над дверью написано два, четыре, один. Опускаем два, четыре и один. И, о чудо, дверь открывается. Ура! А здесь есть еще один стол, где можно сделать капканчик. Так, давайте сделаем, сделаем капкан. Кстати, смотрите, мой второй игрок стал красным. Это значит, что она вылетела из игры. Ребята, монстр съел ее. Осталась я одна. Ах, друзья, как страшно. Сейчас он примется за меня. Да, одной. Это очень сложно. Выпустите, выпустите. Вот же портал. Нет, портал выйти нельзя. Еще целых девять минут. Ребята, как продержаться? Как продержаться? Ой, страшно, страшно. Так, здесь что за крутилочки? Какие-то кранчики. Давайте их покрутим. О, лампочка включилась. Так, кручу, 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 кручу. Ну, включилась. Надеюсь, что это хотя бы пользу какую-то принесет. О, дверь открылась. Так, мы открыли следующую комнату. Надо побольше пространства открыть, чтобы было куда убегать. Так, где же этот демогарк... А, ребята, я видела его. Я его видела. Так, дверь, один, два, пять. Я видела... Так, нет, не открылась. А ну-ка. Один, два, пять. Так, может дверь открылась? Ребята, ребята, как страшно. Вон, смотрите, вон он идет, идет за мной Ребята, за мной гонится Куда мне, куда мне деться Никаких шкафчиков, ничего нет Куда убегать, господи, как страшно Я одна осталась с этим чудовищем Один на один Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Страх, господи, какой страх Мне кажется, что это еще страшнее, чем Пигги Так, ребята, я держусь, я пока держусь Но, ой, ой, что он Все, ребята, смотрите, что он делает Он схватил меня И вытащил из портала Куда он меня унес, непонятно Фух, в общем, ребята, я не продержалась Но за то, что я поиграла в игру, мне дали 45 коинов Да, ребята, я советую вам попробовать Свои силы с этим чудовищем Ну, а я отправилась дальше на свое Четвертое задание Итак, ребята говорят, что они продают Мороженое и предлагают мне Заняться доставкой Если я вовремя доставлю заказ, то я Могу забрать себе чаевые Ну, что ж, хорошо, чаевые мне не помешают Ого, ого, какая тяжелая коробочка С мороженым Так, бегу Ух ты, у меня всего 33 секунды А я так медленно иду Так, смотрите, здесь банки, которые меня ускоряют Эй, где, где покупатель? Так вот, по-моему, девочка, забери свое мороженое Так, я справилась с заданием Ура, бегу за следующим За следующим Так, давайте, давайте, что нужно отнести Ого, ого, смотрите, какое тяжелое Огромное мороженое Кто же такое съест? Так, смотрите, хорошо, что стрелочка показывает, куда надо бежать У меня 50 секунд осталось. Я собираю монетки, я собираю ускорители. Ух, я справилась с еще одним заданием. Так, беру следующий заказ. Ла-ля-ля-ля-ля-ля. Хо-хо-хо. Да, ребята, я выполнила 9 заказов. И остается всего 13 секунд. Так, я возвращаюсь на место и... И схватаю еще один заказ. Вдруг успею его донести. Эй, парень, не тебе? Нет. Ну, 4 секунды, 3 остается, 2. Успею? Нет, не успею? Так, 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 так. Эх, чуть-чуть не добежала. Прям буквально 1 секунду не хватило. Но, знаете, нормально. Мне заплатили 45 коинов за выполнение этой работы. Итак, ребята, я выполнила свою миссию на сегодня. Ура, ура. И за то, что я поиграла в 4 игры, мне дали 100 коинов. Уху, я богатая. Жаль, конечно, только что почему-то у меня не показывает, сколько, в общем-то, у меня коинов. Майк говорит, у тебя очень много коинов, так что ты можешь получить свое вознаграждение. Отправляйся в магазин и купи все, что пожелаешь. О, ребята, шоппинг, это же так классно. Кстати, ребята, тут есть еще один классный момент. Видите, вот на участнике кепка синий, бело-красный. Так вот, за то, что вы поиграете в эту игру, вы получите эту кепку бесплатно. Так что не проходите мимо, обязательно зайдите, поиграйте, и за это потом у себя в одежке найдете вот такую кепочку. Так, смотрите, какие здесь кофточки, курточки, платьишки. О, красивый магазин. Вот, бабушка бы себе купила такое платье, но почему-то ничего не нажимается. Я вот выбираю очки себе, ничего не нажимается. Ну и, соответственно, на кассе тоже... А, нет, что-то происходит. А, нет, ничего не платится. Какой-то баг. Надеюсь, что скоро его починят, и мои коины сохранятся. Ну или, не знаю, может быть, я что-то неправильно делаю. Ребята, если вы знаете, как потратить деньги в этом магазине, то обязательно напишите об этом в комментариях. Спасибо вам за лайки. Люблю вас очень. И да, подписывайтесь на канал, а то до сих пор половину смотрят без подписки. Субтитры сделал DimaTorzok